Всем привет! Сегодня видео будет по запросу. Наболевшая тема у нескольких человек, которые мне писали, как все-таки нужно ухаживать за областью вокруг глаз. Сразу скажу, если вам до 20 лет, то вам все равно нужно ухаживать за этой областью. Для этого существует различное количество кремов, гелей под глаза. Я, кстати, рекомендую использовать в таком возрасте именно гелевые текстуры, но они не всем подходят. Поэтому выбирайте то, что для вас лучше. Можете попробовать крема, можете попробовать гели. Также можно использовать обычный крем, который вы используете для лица. Можно наносить и под глаза. Если не защищать ничем нашу кожу, не только на лице, но и под глазами, на протяжении всей жизни вашей, она, конечно же, стареет быстрее. Она теряет свой цвет, свой внешний вид приятный и насыщенный такой, напитанный. А кому это из нас нужно? Так как мы сегодня здесь разговариваем именно про область под глазами, я вам посоветую несколько этапов. Самый верный и важный этап это вода. Вторым этапом у нас является очищение. Очищение может быть как и пенки для лица, так и какие-нибудь мыла. Только выбирайте те, которые именно подходят для области вокруг глаз. Если на каком-то из средств написано, что нельзя использовать на область под глаза, то такие средства не подходят. Нужно находить что-то именно эко, это всегда подходит, всегда будет щадить вашу область под глазами. Третий фактор и он немаловажен. Патчи. Именно патчи от Skinlight я их просто обожаю и они мне очень помогают. Моя кожа выглядит сейчас намного лучше, чем выглядела 5 лет назад, чем выглядела год назад. Четвертый фактор это именно сам уход. В уход у нас могут входить как сыворотки, так масла, маски для области под глаза. Можно делать маски из масел и кремов. Сыворотка. Это дополнительный уход и дополнительное питание, увлажнение. Поэтому их стороной тоже не стоит обходить. Масла. Я их также советую использовать на область под глаза, как и днем, так и вечером, тонким слоем, либо плотным слоем в качестве маски. Не забываем про массаж. Кокосовое масло. Оно также придаст питание, увлажнение кожи. И с ним также можно делать маски. Ну и соответственно крема. Крем вы можете выбрать по своему возрасту. До 20 вы выбираете что-то легкое для молодой кожи. От 20 до 30 вы выбираете что-то посильнее, поплотнее может быть, но без лифтинг эффекта пока еще. Если вам уже после 30, как мне допустим, то у меня в арсенале есть масла, либо какие-нибудь очень питательные крема. Я также очень люблю обильно наносить под глаза различные масла, делать из них маски. Очень люблю патчи. Не забывайте о том, что это касается не только девушек, женщин, но также парней и мужчин. Таким образом у меня молодой человек также ухаживает за своей кожей и областью под глазами, используя масло, либо какой-нибудь питательный крем. Если вы мужчина и также хотите ухаживать за кожей под глазами, то я вам советую выбирать крема для мужчин. Они также существуют. Именно мужские линейки. В них вы можете найти различное количество кремов, как для лица, так и для области под глазами, в зависимости от того, у кого какая проблема. Если у вас припухлости по утрам или в любое другое время, то выбирайте соответствующий крем. На упаковке должно быть указано, что крем убирает припухлости, что крем помогает избавиться от мешков под глазами. Если вам нужно просто увлажнение или избавиться от синяков, то я вам советую, конечно, выбирать какой-нибудь крем, направленный для этого. Все, что я вам сегодня рассказала, в целом-то может помочь вам избавиться от темных кругов под глазами. Можно выбирать крема, которые идут с роликами. Они также и охлаждают и делают массаж этой области. Также можно использовать по утрам лед под глаза, либо свой любимый крем ложить в холодильник на ночь и утром использовать вместо льда. Я вот поговорила с вами сейчас и также поухаживала за своим лицом. Я это все делаю не в один день, это все делается в разные дни, но в основном каждый день я ухаживаю именно маслами за своим лицом. И, конечно же, не нужно думать, что эта проблема уйдет у вас за несколько недель, за несколько месяцев. Я лично уже длительный срок, уже где-то 2 года. И за эти 2 года, я вам скажу, моя кожа мне говорит только спасибо. Я вам просто озвучиваю свой опыт. Я надеюсь, вам это видео было полезным, интересным. И мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!